Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Когда мужчина берет в жены женщину с ребенком, кем он должен стать для ребенка? Новым папой? Возможно ли новое счастье? Ищем ответы на эти вопросы. В современном мире, к сожалению, очень много неполных семей. И в основном это женщины, которые одни воспитывают детей. И, конечно, любая женщина мечтает все-таки встретить мужчину с большой буквы. Мужчину, который станет ей по-настоящему опорой, и с которым у нее получится настоящая семья. Но теперь, когда у женщины есть ребенок, построить хорошие взаимоотношения с мужчиной оказывается еще полдела. Самым трудным становится сближение мужчины с малышом. И чем старше малыш, тем труднее. Как часто я слышу от одиноких женщин, у которых уже взрослые дети, что именно ребенок был когда-то категорически против нового брака. Что же делать, если женщина встретила хорошего мужчину, но из-за ребенка боится создать с ним семью? Как подготовить ребенка ко встрече с новым членом семьи? Новый папа. Возможно ли новое счастье? Тема нашей сегодняшней программы. А у нас в студии Влада Григорьевна Айзина, педагог-психолог, игротерапевт Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции на Таганке. Здравствуйте, Влада Григорьевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, много ли женщин обращаются вот с такой проблемой, когда возникают трудности в отношении нового мужа с ребенком? Вы знаете, я бы так не сказала. Гораздо больше женщин обращаются с проблемами с настоящим папой ребенка. Вот такие проблемы мы обсуждаем практически ежедневно и не один раз в день. А во всяком случае, лично на моей практике, если у ребенка появляется новый папа, то есть если мужчина женится на женщине с ребенком, то, как правило, он человек достаточно ответственный и заранее готовящийся на компромиссы и на построение стабильных отношений. И таких запросов от мам практически не возникает. Возникают запросы о том, как подготовить ребенка, предположим, к появлению нового папы. Вот, да, это бывает. Влада Григорьевна, ну вот как вы считаете, возможно ли новое счастье с новым папой? Безусловно, безусловно, конечно. Конечно. И совершенно, вы знаете, есть такая народная мудрость, что своего всегда любят больше, чем чужого. Ну, конечно, за этим есть и биологические подтверждения, и психологические. Но есть масса примеров, когда ребенок считает отчима родным отцом и по разным причинам не хочет общаться с своим биологическим папой, да, а в качестве своего родного отца, в качестве авторитета воспринимает и любит именно своего отчима. Это определяется исключительно характером отношений, да, тем, как мужчина выстраивает свои отношения с этим ребенком. Ну, почему же часто все-таки бывает, что между возлюбленным женщиной и ее ребенком возникают размолвки? Кто в этом виноват? Ну, этому есть ряд объяснений. Во-первых, зачастую, когда у женщины появляется партнер, возлюбленный, то ребенка отправляют к бабушке с дедушкой. И это такая мина замедленного действия, что называется, потому что в этой ситуации, конечно, конфликты будут. Вторая причина, по которой могут возникать конфликты, это, она состоит в том, что мужчина, приходя в семью, начинает жестко устанавливать собственные правила и требовать их неукоснительного соблюдения. Третья причина, по которой возникают конфликты, это чрезмерная ориентация на мнение ребенка в семье. Когда женщина излишне прислушивается, да, то есть вот если ребенок, что-то ему не нравится, да, тут же виноват вновь пришедший, вновь появившийся мужчина. То есть фактически главой семьи в этой ситуации является ребенок, а не взрослые. Понимаете, происходит такая смена ролей. Кроме того, я бы, знаете, еще что хотела сказать, что конфликтам в этой ситуации надо относиться философски, потому что они нормальны, они должны быть. Странно, когда их нету. Знаете, как правило, мамы иногда радуются, говорят, ой, так хорошо, вот ребеночек, он так спокойно на все отреагировал, и он вот как должное все это воспринял, но он не может эту ситуацию воспринимать как должное. Это просто означает, что ребенок все свои негативные эмоции оставляет в себе, чтобы не расстраивать маму. И конфликты в этой ситуации обязательно должны быть, обязательно должен быть период взаимного привыкания какого-то, да, взаимной притирки. И важно, ребенку важно иметь возможность высказать маме свой негатив, да, который присутствует, всегда будет, неизбежно будет присутствовать временами, да. И маме очень важно дать возможность новому папе и ребенку выстроить собственные отношения, не вмешиваться, даже если ситуации возникают конфликтные. Ну, мы не говорим о ситуациях, когда возникает угроза, да, жизни и здоровья ребенка, но в ситуации бытовых конфликтов воспитательных лучше дать им разбираться между собой, а не вмешиваться, показывая таким образом, что сами они не справятся. Ребенок и папа должны притереться, должны привыкнуть, должны выработать свои договоренности. А стоит ли женщине сразу сказать мужчине, что он ни в коем случае не должен наказывать ребенка? Поможет ли это? Ну, вы понимаете, сказать-то женщина может. Ну, таким образом она опять-таки показывает мужчине, что она тут хозяин. Они могут обсуждать между собой систему наказания, да, что женщина считает, что нужно наказывать за это, мужчина считает, что нужно наказывать за это. Да, вот они могут договариваться. Но вот так вот директивно, да, что вот нет и все, таким образом она ему показывает, что ты не папа. Не дает даже возможности. Да, она ему показывает, что ты не папа, ты вот мой мужчина, допустим, да, но мама и папа тут я. Считается, что с дочкой привезти мужчину в семью легче, чем с сыном. Влада Григорьевна, так ли это? И почему так принято считать? Вы знаете, я, честно говоря, не очень согласна с этим утверждением. Потому что и дочки бывают разные, и сыновья бывают разные. В каких ситуациях бывает трудно привезти мужчину в семью, где сын? В тех ситуациях, в которых, как это ни странно звучит, одинокая женщина перекладывает на сына некоторые мужские функции. Ты мужчина, ты в доме хозяин. Зачастую ведь женщины, не знаю, может вы это вырежете, да, они даже спят с сыновьями. Так, невинно, да, но вот... То есть мужские функции перекладываются на ребенка. Когда появляется другой мужчина, то это начинается конкуренция мужчин. Да, не ребенка и взрослого, а конкуренция двух мужчин. И это очень такая ситуация опасная. В случае, когда в семье растет дочка, она чревата тем, что просто ребенок испытывает ревность. Да, испытывает ревность, но ревность он будет испытывать в любом случае. Чтобы расположить ребенка к себе, нужно проводить с ним как можно больше времени. А еще лучше, увлечь его каким-то интересным делом. Как сблизиться не с одним, а с двумя, уже далеко не маленькими детьми? В нашей рубрике «Папин класс». Психологи отмечают, что женщина с ребенком пробуждает мужчине инстинкт защитника. Так предназначено самой природой. А какое чувство вызывает женщина с двумя детьми? Первое, что мне понравилось при встрече и период знакомства, это ее отношение вообще в целом к детям. И мне захотелось, чтобы у моих детей была такая мама. Но жениться на женщине с двумя сыновьями – значит взять на себя большую ответственность. Такое решение принимается не сразу. Присматривался, присматривался, доходил постепенно. И вот, наверное, этот путь года два был, наверное. До того момента, как я уже понял, что да, то есть только с этим человеком можно быть счастливым. У нас очень получилось естественно, потому что мы два года общались как друзья. Виталий всегда был именно как приятель, который мог изобрать их, вместе играть. Мы их в теннис, мы куда-то ездили. И когда я сказала уже детям, что мне Виталик сделал предложение, я выхожу замуж, то особого даже объяснения не нужно было, потому что это был свой уже человек. И ребята были рады. Чем же покорил детей этот когда-то чужой для них мужчина? Что для этого нужно? Ну, не знаю, давай что-нибудь. То, что ребенку хочется больше времени вместе проводить. Ну, весело. Мы очень часто ходили на картинг, на машинках гоняли. Ну, вместе играли, повсюду ездили, вот так вот вместе все делали. И поверьте, дети видят, что их любимая мама стала счастливее. Ну, когда мама одна жила, да, ей, наверное, было одиноко. А сейчас интересно, хорошо. Помогает, там, маме все время помогает. Вот так вот. Совместный отдых, путешествия, игры объединяют любую семью. Но чтобы семья стала настоящей, необходимо доверять мужчине воспитание своих детей. Виталий привел своих детей в спорт. Спорт привел, это большое слово. Просто на самом деле я-то, если без ложной скромности, достиг каких-то спортивных достижений. Вот мастер спорта международного класса. Вот, но вид спорта такой бойцовский. Вот, достаточно, может быть, жесткий. Особенно, как считают многие мамы. Вот, но не наши. Вот, наша мама доверяет мне, так что здесь проблем нет. Вот, ну, они немножко другого склада. Вот, люди. Вот, то есть, допустим, младший Семен, он вообще, там, кулинар. То есть, такой, порисовать, поделать что-нибудь руками. То есть, больше такой вот творческий человек. Вот, Рома старший, он более спортивный. Вот, но, наверное, менее дисциплинированный в чем-то. Вот, ну, ну, то, что каждому мужчине нужно уметь за себя постоять. Вот, то есть, и где-то каждому это пригодится. То есть, это сформирует черты характера, то есть, мужественности, да. То есть, естественно, немножко их приучаю. То есть, привожу в спортзал. То есть, ну, и само по себе, то, что с утра, каждое утро, и у меня такое видение есть. То есть, они встают и отжались. Раньше мне было, ну, как-то, мне казалось то, что я не такой сильный. А теперь... Кажется, что не такой слабый. Но, как говорится, Москва не сразу строилась. И чтобы получилась настоящая семья, нужно время и терпение. На самом деле, не все просто. Это сложно. Вот, и это тоже люди. Чем старше, тем сложнее. Вот, то есть, уже люди сложившиеся. Вот, ну, и здесь, конечно... На самом деле, я, может быть, не самый лучший советчик, потому что тоже не все получается, и не хватает, может быть, иногда терпения, не хватает правильного понимания отношения к определенным вещам. Ну, когда любишь и просто стараешься, то есть, любить. Изначально, то есть, нет такого прям стопроцентной, там, допустим, любви, там, да, к детям. Вот, просто когда там знакомишься. Но, когда ты над этим работаешь, там, с чем-то борешься, как-то стремишься, вот, то чем дальше, тем больше. То есть, путь оселит идущий. Вот, и через совместный, там, отдых, мероприятия, просто жизнь и быт, вот, то есть, как-то это все объединяет. Но стоит ли играть в вещь для мужчины? Может, все-таки стоит опасаться женщин с детьми? Сложный вопрос. Вот, конечно, стоит. Вот, но не в том, ну, это больше шутка, наверное. Если любишь, вот, и если это твое, то оно твое. Новый папа. Возможно ли новое счастье? Кто прошел этот путь, знает ответ. Ну, я могу сказать, что возможно, конечно. И положая руку на сердце, это сложно. Но я очень благодарна Богу, что вот он мне дал такую возможность еще раз выйти замуж. И что мой муж – это Виталий, и что, к сожалению, я, как женщина, не могу дать полноценное воспитание мальчикам. И то, что есть у меня такой муж, где-то, может быть, немного жесткий, но я, на самом деле, очень благодарна. И считаю это благословением. Вот, правда. Для меня это такой вот подарок. Влада Григорьевна, но чем младше ребенок, тем легче, правильно, привести в семью нового мужчину? Вы знаете, неоднозначная тут закономерность. Конечно, если ребенку год, если сравнивать детей, там, предположим, одного года и пяти, то, безусловно, с годовым ребенком это легче. Но зачастую это бывает достаточно легко и со взрослыми детьми, у которых уже относительно самостоятельная отдельная жизнь. Поэтому здесь все-таки очень индивидуально все. И зависит от степени конфликтности отношений мамы и ребенка. Так как же подготовить ребенка ко встрече с будущим мужем мамы? Как его подготовить? Ну, во-первых, мамин муж не появляется неожиданно и вдруг, как правило. Все-таки присутствует какой-то период ухаживаний, встреч, общений. И, кроме того, мама может рассказывать ребенку про те отношения, которые она считает уже длительные, какие-то устойчивые и идущие к тому, чтобы стать семьей. И, собственно, подготовка вот в процессе вот этого периода и происходит. И ключевой этот момент, он такой поворотный момент, да, что вот ты знаешь, у нас есть отношения, но мы хотим пожениться и жить вместе. Вот здесь вот такой достаточно острый момент возникает. И мама, когда это говорит ребенку, она ждет вот с опаской зачастую, ждет реакции. Да, дети часто бывают против, потому что это изменение стабильной ситуации, да, это какие-то неизвестные для него последствия. И очень важно вот эти тревоги ребенка обговаривать. Очень важно. И очень важно не объяснять ребенку, что ты этого человека должен любить, потому что люблю его я. Не ожидать от ребенка вот мгновенного принятия и расположения, потому что маме так хочется. И обсуждать с ним, обсуждать его страхи, да, его страхи, его опасения относительно того, что в семью придет вот новый мужчина, новый человек. А если ребенок не знает своего биологического отца, то стоит ему вот рассказывать, внушать, что это не папа приходит в семью, особенно если маленький ребенок, он же как воспринимает? Наверное, у меня папа появился, что это друг семьи, дядя, там муж, мамы. Вот надо ли ребенку объяснять вот этот момент? Вы знаете, по опыту работы вот у меня на этот счет мнение совершенно однозначное, что ребенок должен знать. даже несмотря на то, что этот мужчина может воспитывать, очень может воспитывать ребенка всю жизнь, с самого младенчества, ребенок должен знать истинное положение вещей. Не надо это скрывать. Почему не надо? Потому что все равно, рано или поздно, ребенок узнает, что был биологический папа, с которым отношения не сложились. И эта ситуация кардинально подрывает доверие к родителям. Потому что если уж вы насчет этого мне врете столько лет, то уже насчет чего вы не врете? Это такие вот базовые вещи, которые все-таки лучше, чтобы он знал правду. И если уж решит называть его папой, то сам? Да, да. Ты можешь называть папой, можешь называть так, то это твой выбор. А что делать, если ребенок все же категорически против нового члена семьи? Тут важно понять причину, по которой ребенок против. Причины могут быть... Одна из причин – это ревность. И если причина в ревности, то мама должна исходить, в первую очередь, из собственных интересов. Но при этом принимать отрицательные эмоции ребенка на эту тему. То есть, опять-таки, не требовать от него любви и уважения по отношению к новому папе. Дальше уже можно искать какие-то контакты, искать какие-то пути договоренности и так далее. Вторая причина может быть в том, что ребенку неприятен просто сам человек, да, не нравится. Но все равно во всех случаях мама должна, на мой взгляд, исходить все-таки из своих интересов, в первую очередь. Влада Григорьевна, а какие вы дали бы мужчинам советы, вот как им себя вести с ребенком? Я бы советовала мужчинам не насаждать жестко свою систему правил. Быть готовыми к компромиссу. Я бы советовала мужчинам придумать вместе с ребенком, неважно, девочка это или мальчик, какое-то только их совместное развлечение. Здорово, если есть совместное развлечение для всей семьи, да, для всех там троих, четверых, сколько их. Очень важно, чтобы для отношений, для хороших отношений, чтобы было что-то вот только вот папы и ребенка, без мамы. Мама там пускай своим делом занимается. Я бы посоветовала мужчинам обсудить с женой разделение обязанностей по отношению к ребенку. Заранее. Чтобы это не происходило по умолчанию, да, что ты должен это делать, а ты должен это делать, а партнер не знает, что он должен это делать, а на него уже обижаются, что он это не сделал, да, и дальше возникают конфликты. Договариваться о том, да, кто ходит на собрание, а кто, вот, кто меняет памперсы, да, вот, вот, то есть договариваться. Вот, собственно, все советы, которые я бы хотела дать мужчинам. Они не боятся чужих детей. Подведем итог нашей беседы. Влада Григорьевна, что бы еще вы посоветовали телезрителям, женщинам, которые желают создать новую семью? Я бы посоветовала не бояться создавать новые семьи. И на примере по опыту работы с детьми и по собственному личному опыту я могу сказать, что зачастую дети благодарны, когда они знают историю семьи и знают, что, почему не сложились отношения с биологическим папой, какие там были сложности, сравнивают биологического папу с отчимом, да, с нерадным папой в пользу отчима. И понимают, с благодарностью относятся к маме за то, что она подарила им такого отца, подарила эту заботу, эту опору. И масса примеров это подтверждает. Когда отчим во всех отношениях не худший, а лучший, более ответственный отец, более ответственный муж. И любовь же возникает не потому, что есть кровь общая, а потому что просто она возникает. Спасибо, Влада Григорьевна, за этот жизнеутверждающий вывод. Да. И надеюсь встретиться с вами снова маминой. Взаимно. Спасибо. Итак, ясно одно. Новое счастье возможно. Главное, прежде чем привести мужчину в семью, стоит убедиться, что ваши отношения серьезные. Ведь ребенок воспринимает все острее в этот момент. Ему намного тяжелее пережить предательство. А предательством ему кажутся порой совсем безобидные вещи. Даже и то, что вы забыли поцеловать его, убегая на работу, например. Поэтому будьте особенно внимательны к своему ребенку. Старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Всей вашей новой семьей. Ведь главное в воспитании ребенка – быть с ним рядом. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.